В 2013 году в России проводился социологический опрос о том, кого россияне считают своими врагами. В компании с Америкой, которую традиционно сильно не любят граждане РФ, оказалась и Украина. Врагом ее назвали 18% россиян. В 2014 году эта цифра увеличилась уже до 30%. А если взять другую статистику об оценке действий Путина в Крыму и на Донбассе, то, учитывая более чем 80% поддержку президента своим народом, можно сделать вывод о том, что абсолютное, подавляющее большинство граждан РФ относятся к украинцам как к врагам. Украина и Россия находятся сегодня по разные стороны баррикад и на разных сторонах линии фронта. Миф о схожести и братстве украинского и российского народов, создаваемый российскими идеологами сотни лет, сегодня окончательно разрушен. Сто лет назад промоутерами мифа о дружбе-братстве были российские большевики, которым после войны за власть с бывшей царской империей пришлось формально признать наличие украинской нации. И то благодаря тому, что украинцы не хотели снова лезть в имперско-российское ярмо, а создали незалежную Украинскую Народную Республику. Чтобы вернуть украинцев в тюрьму народов, большевикам пришлось не только устроить кровавый террор, но и последовательно внушать сказку, созданную в 19 веке, о принципиальной неразделимости украинцев, россиян и белорусов. И какой-то феноменальной дружбе между ними. В частности, очень спекулировали на как бы общей истории, что облегчалось реальной невозможностью для миллионов украинцев в СССР ознакомиться со своим настоящим прошлым. Весьма паразитировали и на мнимой близости языков. Многие россияне и до сих пор считают, что украинский язык это тот же русский. Достаточно только начать гэкать. Спекуляция на близости славянских народов всегда возникала в те моменты, когда России это было выгодно. Люди в России значительно более доверчивы, чем в Украине, и, безусловно, верят власти. Поэтому легенда о братстве еще жива. А украинцы, поддающие все анализу и критике, сегодня миф о братстве с россиянами почти единогласно и навсегда выбросили из своей жизни. Неприкрытая война России против Украины убеждает даже глубоких стариков в том, что россияне и украинцы далеко не братья и даже не родственники. Более 150 лет назад выдающийся ученый, профессор Киевского и Санкт-Петербургского университетов Николай Костомаров издал исследования об украинцах и россиянах. Сегодня актуальная как никогда, особенно касательно менталитета народов. Вот характерный отрывок. Взаимоотношения богатых и бедных У россиян встречаются примеры трогательной привязанности к своему господину. Русский крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душой и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть. Напротив, украинцы оправдывают собой пословицу «Волка сколько ни корми, все равно в лес смотрит». Напрасно богатые россияне, приехавшие в Украину, старались добрыми обращениями и справедливостью привязать к себе подданных украинцев. Барские работы исполнялись всегда без желания, не было искренности и привязанности. Поэтому россияне окружали себя земляками, а с украинцами находились в далеких отношениях, хотя те по своей природе трудолюбивее россиянина. Что характерно, с тех пор ничего так и не поменялось. В России и Белоруссии мы наблюдаем раболепие, поклонение царю-батюшке и чистейший авторитаризм. Относительно Украины, то, невзирая на попытки утвердить здесь авторитарное правление, этого сделать никак не удается. Украина остается демократическим государством, несмотря на все несовершенство этой демократии. И сегодня даже в якобы пророссийских Крыму и на Донбассе люд, симпатизирующий Путину, все равно пропитан украинским свободным духом. Потому что не стесняется выходить на митинги и требовать своего, несмотря на запугивание оккупантов. А вот в России отнюдь. Чем объяснить такую кардинальную разницу? Главное – разная ментальность восточнославянских народов из-за этноисторико-культурных различий. Украинцы исторически являются народом, сформированным на славянской основе. В то время как белорусы – славянизированные балты, а русские – славянизированные у графины и частично те же балты. И русские, и белорусы являются, так сказать, этнически надломленными народами. Этим народом, которые не имели славянской основы, была навязана славянская политическая элита и славянская культура. При таком надломе, который осуществлялся преимущественно насильственными методами, у этих народов сформировалась покорность к государственному насилию. Эта покорность особенно была развитой у московитов-россиян, которые длительное время находились под властью татарских ханов. У них стереотипным стал образ деспотического правителя, царя-батюшки, как начальника государства. Это нашло отображение даже на языковом уровне. Термин «государство» фактически означает правление абсолютного правителя – государя. Показательно также, что создатель Советского Союза Владимир Ульянов-Ленин рассматривал государство как аппарат насилия, что отражено в его известном труде «Государство и революция». А вот украинец Станислав Ореховский почти за 400 лет до Ленина трактовал государство как общественный договор между свободными гражданами. Несмотря на трудовую миграцию, смешанные семьи, эвакуации, депортации, ссылки, Несмотря на перемешавшиеся в Советской империи населения, каждая отдельная территория сохранила в себе многовековые исторические особенности. По крайней мере, Россия уж точно осталась Россией, а Украина – Украиной. Ради царя-батюшки Россия всегда будет терпеть любые лишения и есть блины с лопаты. А Украина любые попытки царствования всегда придушит очередным Майданом. Между украинцами и россиянами огромнейшая, просто вселенская, цивилизационная и ментальная пропасть. Несмотря на это, вся громоздкая российская государственная машина пропаганды пытается нивелировать свободолюбие и независимость украинцев в глазах россиян и безуспешно уравнять народы, называя русских и украинцев одним этносом. Я считаю, что, и как и считал, что русские и украинцы – это действительно один народ. Мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Народ одной истории, одной культуры, очень близкий, этнический. Уверен, что за 17 лет в Кремле у Путина атрофировалось ощущение реальности, потому что народ он видит только через мутное стекло бронеавтомобиля, а те холопы, которые окружают царский тухис, годятся лишь для того, чтобы избавлять его от необходимости в использовании туалетной бумаги. Короче, вылизывают до блеска. Поэтому, где и в ком он видит один народ, можно только догадываться. Путин сплошь и рядом утверждает, что в Украине виной всему неправильная власть и неправильные националисты. А народ сплошь братский и точно такой же, как в России. Интересно, показывал ли Сурков Путину это видео? Это украинский народ. А это Россия. В принципе, это красноречивый ответ Путину на его один народ. И на этом можно было бы и закончить. Если бы не история последних лет. Российско-украинская война. Подлая и кровавая, которую невозможно игнорировать и о которой написано и сказано уже очень и очень много. В том числе и на нашем канале. Не будем перечислять все те преступления, которые совершила Россия против украинского народа. Скажем лишь одно. Такие грехи не замолить и за тысячу лет. Поэтому тем, кто еще верит в идиотский миф о братстве славянских народов, предлагаю засунуть его поглубже. Обратно. В Тухис. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...